У меня идеологический подход только к двум вещам. Это глобализм и ультралиберализм мировой. Вот здесь я на идеологическое подход. Я за государство, я за национальное государство, и у меня нету, я не ставлю никакую нацию, государство там выше другого. Вот это главный принцип. Государственные интересы. Армяно-Азербайджанская война, она приближается. Сейчас что тут происходит? Армения сколотила серьезнейший альянс, и плюс произошли на днях такие события, которые еще раз подтверждают вот это. А мы с тобой чуть ли не будет, по-моему, даже больше года мы теоретически разложили, кто мог быть чьим союзником в регионе. Ты помнишь, что мы раскладывали, да? И мы назвали, что у Армении в пакете будут болельщиками и будущими союзниками, возможно, Индия, Иран, Франция, Греция. Вот это основные. Ну, там Кипр, еще что-то мы добавили, что в конце концов, наверное, так и будет. Вот. И вот эти все, они, союзы, то есть те, которые мы теоретически еще раскладывали, когда ничего не было сделано, шагом в эту сторону больше года назад, они сегодня практически закреплены. То есть поставками оружия Индии, абсолютно, и там есть пинаки, там есть гаубицы, там есть, но одно из основных вещей, что Индия поставила, это баллистические ракеты. Армения. Вот. ПВО армянское в двадцатом году, там было, один, по-моему, дивизион уничтожен был, но осталось эти С-300. Но французы поставили, мистер Али сейчас поставили ракеты ПВО для ПВО с радиусом 200-250 километров, и поставлено еще много разного оружия. Ну, естественно, Азербайджан на месте не стоял, Азербайджан тоже вооружался, и смотреть на бюджеты, то для этих маленьких стран, они сумасшедшие бюджеты, эти военные. Сейчас что происходит? Для Азербайджана стратегической победой является Зангизурский коридор. Отвоевание своих искренних территорий, это, естественно, национальная победа, это победа Азербайджана, это большое дело. То же самое можно сказать про Карабах, но это не стратегическая победа в стратегическом плане, который строят Турция, Азербайджан, которые делают Туркский альянс. Для этого это был Зангизурский коридор. В общем, от Зангизурского коридора отказывается Армения, и я всегда говорил, что его не будет. И от Зангизурского коридора неинтересен, наоборот, вредный Зангизурский коридор, как раз для союзников Армении. Индию сказали, Иран подписывает, если уже не подписал, он уже на днях был, стратегический договор с Арменией, причем один пункт о присутствии, о возможности присутствия иранских войск на территории Армении. На Америке? Да, да, это я точно знаю, я его не видел, но этот пункт я знаю точно, что иранские войска по этому договору могут находиться на территории Армении. Там деталь не знаю, но вот это. То есть здесь тоже шаг, сильный шаг сел. Последнюю партию оружия сопроводил министр обороны Франции, Ереван, сам лично. Ну, с Грузией стратегический договор мы говорили, но его никто не видел. Вот смотри, Леван, вот интересуются тоже люди, меня тоже спрашивают. Максим Ильич, а как это возможно, что получается, что ультралиберальная Франция, где в правительстве геи, фундаменталистский Иран, мусульманский, где там геев вешали еще не так давно, и Индия не исламская, где мусульман прессуют там и подавляют, такая фундаменталистская и традиционалистская, находится в одном союзе. То есть три совершенно, то есть идеология не имеет никакого значения, как организованы каждый... Максим, я уже сколько раз повторяюсь, что мировая война идет в нескольких плоскостях. Идеологическая плоскость, это борьба с глобализмом и ультралиберализмом, это никто не отменял. По этой части есть другие альянсы, в том числе альянсы Турции и России. Война в плоскости природных ресурсов и энергетических богатств и дорог к ним, это вторая плоскость войны. И вот вокруг этой плоскости, в этой плоскости, там другой альянс, потому что еще там два, два нам не надо, я их не буду сейчас перечислять, еще две плоскости, какие идут война, какой идет война. Поэтому в этой плоскости войны ты мне партнер, а в той плоскости может быть наоборот твой враг моим партнером, понимаешь? Поэтому, ну такая многоэтажная плоскость, почему я прихожу? Армения практически, она укрепила вот эти стратегические партнерские отношения с очень серьезными силами. И когда кто-то мне показывает там баланс вооружения Азербайджана и Армении, то есть здесь два момента. В первом моменте не учитывается потенциал союзников и на что они способны. Второй момент, не учитывается какая задача у Армении, какая задача у Азербайджана. У Азербайджана ясно. Это военная задача, я имею в виду. Сейчас кто как будет действовать. Эти подчеркнули, там Франция, Иран, Индия, они абсолютно открыто, они подняли флаги и они подчеркнули участие в этом. Кто практически, кто оружием, кто там логистикой, кто разведкой, может и еще и оружием, еще может своими силами и так далее. Но здесь этот альянс виден. Что касается Азербайджана, то его основной союзник это Турция и Израиль. Ну еще считается Пакистан. Но Пакистан здесь сидит между двух огней, между Индией и Ираном. И в очень разбитом состоянии сам Пакистан. И Пакистан зависит от Китая очень сильно еще. Да. Но в общем от Пакистана они ждите там что-то активно. Поэтому основная за успех Азербайджана, он зависит от позиции Турции. Я, ну более чем уверен, там встреча Ихама Алиева с Абдаганом, она именно касалась того, что начинать войну и такую большую, серьезную стратегическую войну с такими стратегическими союзниками, противниками, которые находятся в союзе, естественно, там и думать, и решать нельзя было без Абдагана. Насколько мне известно, потому что таких прямых заявлений не было, но по эмоциональному фону, кстати, Эрдогану 70 лет исполнилось, сегодня диражей. День рождения дайпера Джеба Эрдогана и Александра Андреевича Проханова. В общем, Эрдоган, насколько я знаю из моих источников, сказал, что невозможно сейчас воевать. Сейчас не время, потому что это будет ставить Турцию под большие риски. Это будет война не с Арменией, а с Ираном? Может и не с Ираном, а может вообще не с Францией, а может уже, если там пойдет вот этот альянс этих союзников против Азербайджана и туда вмешательство Турции и тому подобное, то здесь Греция на чеку. Да, делать оттуда. Поэтому, ну, ему виднее, он свои риски просчитал и Азербайджану сказал, что надо это дело откладывать. Поэтому я сегодня могу увереню сказать, что это война, которая все равно произойдет. И он не будет и не хочет начинать ни Турция, ни Азербайджан. Потому что они все взвесили, и особенно для Азербайджана была ясна позиция Турции, потому что это основная позиция, на которую Азербайджан мог, не то что мог, а должен был в любых случаях учесть. Потому что без Турции здесь никак не справиться. Почему я говорю, что война все равно будет? Потому что войну насчет Армении. И даже если мы отсюда все будем видеть, что первые там напали армяне, они уже напали вперед в ту сторону, а вчера, по-моему, они обстреливали Нахичевань, которая зона ответственности Турции. Потому что армяне сейчас задача втянуть и Азербайджан и Турцию в войну. Западный мир и все средства информации, они будут говорить, что нехороший Азербайджан, который, кстати, делал заявление, что мне нужно пробить Зангизурский городок, нехороший большой Азербайджан напал на маленькую избитую Армению. И вот здесь уже, даже если это Армения начинает, все равно мировое общественное мнение, оно будет на защите несчастной армии. Эту работу они шикарно провели. Со всеми своими там голосованиями разных парламентов, с попытками там эмбарго для Азербайджана. Сейчас, как это закрепить еще, в смысле, пиарно? А делается простой ход. У нас борец добра против зла – это Зеленский. Это демократия против российского авторитаризма. Поэтому по заданию этих западных стран. Зеленский летит 4 марта к Пашиняну. И плюс он же сегодня пока еще, ну и до конца, наверное. Он же центр пиар новостей, поэтому раскрутить регионы, раскрутить Пашиняна, напомнить не знающим, что есть Армения, есть Пашинян, и что это добро, и что здесь демократия. Вот для этого Зеленский летит в Ереван, чтобы засветиться там с Пашиняном. И вот это западные СМИ, и все, пока что это шоу, что вот два демократических, антироссийских, антироссийских элемента, демократических, они вместе. Значит, визави оттуда, который и так уже раскручивается, это авторитарная Азербайджан. То есть вся подготовка, юридически договорная база, поставки оружия, подготовка международного пиара и общественного мнения уже произошла. Поэтому я вижу это вот так. Сейчас основные причины, да? Тут люди спрашивают, интересно, кто будет гарантировать безопасность Зеленского в Армении? Французские жандармы Сан-Трупе. Да, кстати, не исключаю. Они обстреляли с этой стороны, получили ответ. Потом обстреляли второй раз, ответ уже Азербайджану не дам. Потом пошли, они обстреляли на Хичеване. И они будут с интенсивностью вот этого поднимать, вот эти провокационные, и дойдут до того, на который уже невозможно будет не ответить. И в мире это уже обстрелены формулы, как начинать войну. И как заставить противника начать войну. Там же не любовь к Армении присутствует. Там основная, да, основная задача, основным мотором здесь выступает Франция. Заводила. За которой абсолютно, как я всегда говорю, с мандатом от США. Основная задача это разбить развивающийся Тюркский союз. Тот план Османской империи, давай так назовем, вот этот должно быть разбито. Оно разбивается очень просто. От невозможности соединения Турции и Азербайджана. И за это выгодно Ирану. Это выгодно Франции. Это выгодно и нужно. Задача США уже чужими руками начинает нормально работать. Вот это и есть основная задача, для чего это делается. И ихняя задача, значит, получить войну, обстрелять там баллистическими ракетами. В Армении не очень-то много объектов, которые разбомбив какую-то пользу принесут. А у Азербайджана столько объектов, что нужно там ударами нарушить инфраструктуру и отойдет от Азербайджана куда-то дальше на несколько лет. Вот. Поэтому вот это главная задача. Сейчас возникает второй вопрос. Так, потом не забудьте к России мы вернемся. Да, но если вот это пойдет так, то тогда поставки газа и нефти же прекратятся. Прекратятся. А кому это интересно? Армении интересно? Нет. А Ирану интересен экспорт Азербайджана газа и нефти. В основном в Израиле. Конечно, нет. А Франция зависит от азербайджанского газа или нефти. Нет. Она получает салжира. Сливитом Италия ее заблокировала. Она злая на Италию. Азербайджанская нефть идет на Италию. Газ идет на Италию, нефть на Израиль. Поэтому те участники, их вообще не интересует. Пусть вот на сто лет остановится экспорт газа и нефти из Азербайджана. И факторы Израиля. Потому что они рассматривают тоже. Не удивляйтесь, что Франция тоже. Про Иран никому объяснять не надо. Они рассматривают как Азербайджан основной экономический мотор сегодня для Израиля. А весь Евросоюз уже ополчился. Если 10 марта Хамас не выдаст заложников, а он не выдаст заложников до начала Рамадана, то они начинают операцию Рафах. От которой предупреждает вся Европа. Предупреждают Соединенные Штаты Америки. Я думаю, они начнут. Поэтому Азербайджан наказывается в том числе и за Израиль. С их точки зрения. Вот тебе все причины той ситуации. Кто работает игроком? Армения, которая, она проигравшая. Которая потеряла много. И Армении практически терять нечего. Она сейчас или этот бой выиграет. И такой удивительный исторический момент, когда у нее будет еще столько союзников. А России надо там сейчас участвовать. Россия не собирается рвать с тюркским миром. Потому что тюркский мир для России это союзник в первой плоскости. И если Россия сейчас будет участвовать на стороне Армении, то она должна потерять Турцию и Азербайджан. А России это не надо. И Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. И вот здесь помог Пашинян. Он настолько не хочет видеть российское присутствие, что он заморозил ОДКБ. А на самом деле своим действием. Он дал, наверное, такой экскьюз, наверное, от радости, что Пашинян такую вещь сделал. Они просто не могут, наверное, удержаться от радости, что дал причину освободить от моральной ответственности. Потому что я не мог себе представить физическое исполнение ОДКБ. Но от моральной ответственности Пашинян их своими действиями освободил. И как-то помогать. Очень ценный агент, я считаю. Ценный агент. Нет, я думаю, он это делает совершенно по другой причине. Совершенно по другой причине. Чтобы он считает, что если Россия будет участвовать, то у него останутся претензии. Поэтому, выходя из ОДКБ, он это делает для того, чтобы исключить какое-нибудь участие Российской Федерации, чтобы дальше не было никаких претензий. Но он даже, не, может, и понимает, может, там еще вообще другая игра, что этим он освободил Россию от ответственности в той войне, где Россия с том разом не хочет участвовать. Да, вот и я вообще, знаете, у меня такая есть версия, я ее сегодня прописал в канале «Макс атакует», что на самом деле у России и Франции вполне могут быть общие интересы на Кавказе. И что Россия и Франция могут взаимодействовать в этом регионе и в этой ситуации. Потому что Иран – это ближайший союзник России. Наверное, сейчас нет в мире государства более близкого для России, чем Иран, по всем форматам сотрудничества экономического, военного, стратегического и так далее. Франция. Ну, здесь, если кто делает твое дело чужими руками, ты можешь только подождать, пока он это дело сделает, а потом союзник он тебе или нет? Это уже другой вопрос. Конечно. То есть осталось хочешь – нет. Но вот, знаешь, меня все время, я вот считаю, считаю, как будто разбираюсь в этом. Россия все время заявляет, что в ее интересах тоже за англезурский город был. Да. Я просто никак не понял, как он может быть в интересах Российской Федерации. Абсолютно непонятно. Ну, значит, эти заявления, они просто на пользу Азербайджану и Турции. И этими заявлениями Российская Федерация просто говорит им, что я не буду вам в этом мешать. Но на самом деле я никак не могу просчитать интересы Российской Федерации в этом занглезурном кольдуре. А если это дело сделать руками французов или персов? Ну, персы. Персы – это не персы никакие. Что ты говоришь персы? Там азербайджанцев 50% населения. Только это азербайджанцы религиозные? Глубоко религиозные. Максим, хорошо, но сейчас не будем идти. Я сейчас это... Хаминеи недавно приезжал в Табриц, да? Речь, ты слышал его? Да, и завуалированно практически смотрел на северный азербайджан. Да, мы пойдем на восток, на запад, на юг и на север. В северный азербайджан он упоминал, правильно? Или как он сказал? Поэтому сейчас еще один фактор, который меня... В феврале должна была быть встречая Путина и азербайджана. Ее отложили. И насколько мне известно, ну и отложили там конец апреля, начало мая. Ну, я думаю, что ввезу того, что инаугурация президента... Никто же не сомневается, кто будет президентом. Инаугурация президента... Мы... Да, седьмого мая. То скорее вот до 10 мая только Путин полетит в Кердоган. Почему было это отложено? Ну, скорее всего, знать, какие события произойдут. И потом надо будет улаживать это все. И вот тут у Эрдогана в этом составе. Иран, Франция, Армения и так далее. Наверное, единственный такой доверительный друг, которого можно будет попросить уладить какие-то отношения, будет Путин. Ну да, скорее всего. Поэтому, что мы имеем? Мы имеем в ближайшем 20-м году уже наметилось военное обострение с другой стороны Черного моря, то есть, там, второй фронт оттуда, можно назвать, обострение на Кавказе, и одно, и другое, оно безальтернативное. Альтернативное. Вот. А после 10 марта обострение на Ближнем Востоке. Наверное, сейчас сложно этим гадать, в каком направлении пойдет обострение на Ближнем Востоке, потому что тут понятно. А после 10 марта посмотрим. И все зависит от того, то есть, война, которую ведет Хезбулла, она увеличит географию или не увеличит географию? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...